МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трое в больницу скорой помощи, пять в областную, ребенок в РНПЦ детской хирургии. Напомним, накануне маршрутка столкнулась с грузовым автом. Погибли 11 человек. Известно, что микроавтобус шел на подъем, а МАЗ с горки. Кто вылетел на встречку, пока не сообщается. Экспорт продовольствия по итогам года должен прибавить около 5%. Такую задачу для себя ставит Минсельхозпрод. В приоритете – рынок России. В 2022-м, несмотря на санкции, увеличились поставки в Евросоюз и Китай. Активно прорабатывается африканское направление. Самые популярные позиции – мясная и молочная продукция. Синоптики предупреждают о похолодании. В ночь на 23 февраля в некоторых регионах Беларуси температура опустится до минус 23. Ночью повсеместно, а днем местами пройдет кратковременный снег. В отдельных районах – метель и слабый гололед. Уже к выходным градус термометра начнет подниматься. Однако резкого потепления ждать не стоит. Бобруйский межрайотдел Следственного комитета раскрыл подробности расследования уголовного дела о педофилии. 41-летний мужчина с 2011 по 2017 насиловал своих сыновей 5 и 9 лет, пока их не отдали на усыновление. При этом он был пьян. О действиях отца дети рассказали лишь сейчас. За преступление обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.